Недоношенные малыши получили шанс выжить. Благотворительный фонд Украины «Социальное партнерство», а также верующие всех конфессий, собрали 100 тысяч гривен на современное медицинское оборудование, которое поможет выхаживать в новорожденных детской больнице «Ахмадет». Новый аппарат передали в отделение интенсивной терапии. Спасибо Богу, мы собрали, сейчас подключили благотворителей всего мира и Украины и собрали средства на вот этот аппарат «Инфазомат Спейс». Это очень такой современный аппарат, в котором очень сильно нуждается эта больница. В следующем месяце мы поставим еще один такой аппарат, у нас уже собраны деньги, больше 50%, поэтому мы надеемся, что мы обрадуем еще раз этот коллектив. А мамочкам, ну что я пожелаю, чтобы их детки побыстрее выздоравливали, молиться Богу и просить у него, чтобы и молиться Богу на этих врачей, которые помогают выздороветь их деткам. На сегодняшний день в отделении интенсивной терапии 12 новорожденных деток. Трое из них, чье состояние наиболее критическое, уже подключили к новому аппарату. Врачи утверждают, что процент выживания при наличии таких аппаратов очень высокий. В чем состоит преимущество этого аппарата перед остальными? В том, что он позволяет непрерывно, не отсоединяя и не подсоединяясь к катетеру ребенка, проводить инфузионную терапию. Качественно, безопасно, есть такое понятие безопасность пациента, вот он и обеспечивает эту безопасность пациента и дает определенное качество, достаточно высокое, для того, чтобы у пациента был благоприятный исход в результате лечения нашего. Я хочу поблагодарить истинно, поблагодарить всех-всех людей, которые объединились в этом проекте, всех верующих людей, независимо от их вероисповеданий, от конфессий, для того, чтобы оказать помощь нашим детям. И я бы, спасибо Богу за то, что он есть и за то, что он вдохновляет людей на такие поступки в такое тяжелое время. Не забывают о детях, оказывают им помощь, мы надеемся, что и дальше эта помощь будет неистекаемым ручейком поступать в наше отделение. Всем огромное спасибо. Ксения родила своего первого ребенка на шестом месяце беременности, весом 850 граммов. Уже два месяца ребенок лежит в этом блоке, а мама еще ни одного раза не брала его на руки. Малыша можно только держать за ручку, но Ксения не отчаивается. Теперь малыш дышит через новый аппарат, идет на поправку. Конечно, этот аппарат нужен и для моего ребенка, и для тех детей, которые здесь лежат. Он позволяет ребенку питаться внутривенно и получать лекарства. Конечно, уверена, что мой ребенок пойдет на поправку благодаря врачам и препаратам, аппаратам, препаратам, которые есть в этой больнице. Я очень благодарна и вам, и врачам. Спасибо большое. Новый аппарат подключили и к ребенку Наталье. Девушка родила на 31 неделе. И это ее первый и долгожданный ребенок. Слезы радости и слова благодарности переполняли счастливую маму. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что мне этот ребенок первый. Очень долгожданный. Спасибо большое. Низкий поклон просто. Статистика смертности малышей в Украине плачевна. Новый аппарат способен сократить случаи летальных исходов больше, чем в два раза. Организаторы благодарны Богу за всех неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв помочь детям больницы Ахмадет. Специально для Первого христианского телеканала СНЛ Аннаита Габабова, Киев, Украина.